Начало 18 века Для Российской империи является эпохой Петра I Человека, который стремился превратить отсталую ретроградную Московию В мощное модерное государство европейского образца Государственные церковные реформы реализовывала команда из Украины В том числе известный интеллектуал этого времени Феофан Прокопович и Стефан Яворский Однако одним из мудрейших советников царя Петра был украинский гетман Иван Мазепал Украинская казацкая держава находилась под протекторатом Московии Но у старого гетмана было решающее влияние на молодого царя Мазепа сподевался реформовать Московию за своими рецептами С тем, чтобы украинской державе было комфортно перебувати под скипетром Петра I Мазепа надеялся реформировать Московию по своим рецептам С тем, чтобы украинскому государству было комфортно находиться под скипетром Петра I Однако впоследствии гетман убедился, что менталитет россиян не позволяет привести Московию к стандартам европейской цивилизации Поэтому, когда Речь Посполитая в 1708 году пошла на Украину войной А русский царь отказался предоставить военную помощь Для гетмана Мазепа это стало последней каплей в чаше терпения Он отказался от союзнических отношений с Россией И возобновил заключенный еще Хмельницким союзнический договор с королевством шведским Однако под шведским протекторатом украинское государство просуществовало каких-то полгода Союзники Гетман Иван Мазепа и король Карл XII потерпели сокрушительное поражение от россиян в битве под Полтавой Гетманское правительство вынуждено было покинуть Украину и выехать в изгнание на территорию Османской империи Начался очередной период политической и дипломатической борьбы за восстановление нашего государства За все время нашей истории просматривается государственническая политика по созданию собственного государства Не всегда мы были способны это сделать, потому что у нас было достаточно много конфликтов со стороны Польши, со стороны Литовского княжества Мы были зажаты и экономическими, и территориальными рамками, так что мы не смогли создать свое государство Было много разноплановых движений, то есть это уже не были классические военные движения, характерные для старой казацкой Украины Это уже были движения, которые выводили Украину на путь новейших революций, подводили ее к новой реальности борьбы за украинскую независимость и ее права После болтавской битвы Петр Первый отправился в погоню за Мазепой, но попал в окружение османского войска на реке Прут И вынужден был подписать позорный для себя Прутский договор 1711 года, по которому, между прочим, он полностью отказывался от претензий на господство над украинским казацким государством Однако, отпустив Петра Первого из плена, османы позволили ему пройтись карательной экспедиции по украинским землям Таким образом состоялась, по сути, депортация населения правобережной Украины, которая принудительно переселили на левый берег Днепра в подконтрольные России регионы Центр государственного сопротивления казацкой Украины, Запорожская сечь, была разрушена российскими войсками По всей Украине начались спонтанные казацкие восстания Руководил повстанческим движением преемник Ивана Мазепы, новоизбранный гетман Пилип Орлык Гетман Пилип Орлык тогда начал освободительную войну, которая вошла в учебники истории под названием «Восстание Верлана» Хотя на самом деле это была освободительная война под руководством гетмана Пилипа Орлыка, которая началась в 1734 году Основные боевые действия закончились в 1738-39 годах Фактически она прекратилась только с его смертью в 1742 году Так вот, эта освободительная война не имела успеха По той причине, что не было у них ни достаточной военной силы, ни поддержки населения Поддержки не было прежде всего потому, что и населения на правобережных землях почти не было Россия превратила густонаселенные Киевскую, Черкасскую и другие казацкие земли фактически в новое дикое поле Неудачи Орлика разгневали султана Османской империи и он в 1713 году подписал Андрианопольский мирный договор с Речью Посполитой По этому соглашению правобережная Украина по сути была вновь оккупирована поляками Все дальнейшие попытки восстановить украинскую государственность, а такие были, скажем, в 1750-52 годах Когда под руководством Кашевого Запорожской сечи Василия Сыча и Гетьмана Ханской Украины Марка Мамаая Были освобождены две трети территории, за которую боролась войско Запорожское Тогда эта попытка, к сожалению, тоже потерпела поражение А следующая попытка — это уже восстание надворных казаков или Кулиевщины Ханская Украина Об этом государственном образовании почти не вспоминают даже украинские историки Тем не менее, крымские ханы, а впоследствии османские султаны Часто были верными союзниками казаков Особенно, когда это казалось противостояние с Третьей стороной Как, скажем, с Речью Посполитой или Московским царством Неудивительно, что после поражения в битве под Полтавой Гетьман Иван Мазепа вместе со своим правительством оказался именно на землях Османской империи Туда же перешли и остатки Запорожского войска После того, как Петр Первый разрушил сечь Казаки даже основали на этих землях новую, Олешковскую сечь В Ханской Украине не было крепостного права Единственным налогом была десятина в гетьманскую казну Поэтому именно на этих территориях взрастают наши государственные традиции Именно отсюда выходили лидеры, которые поднимали на наших землях, оккупированных соседними империями Антипольские и антимосковские восстания По одной из версий современных историков, именно группа диверсантов из Ханской Украины Подняли казацко-крестьянское восстание 1768-69 годов Вошедшее в историю под названием Калиевщина Из спонтанного антипольского бунта Это восстание очень быстро превратилось в борьбу за восстановление украинского государства Был даже избран новый украинский гетьман После взятия Умани повстанцами было провозглашено как раз восстановление украинской государственности И начали выдаваться универсалы украинского государства Гетьманом украинского государства был провозглашен Максим Залезняк Однако и этот период освободительной борьбы закончился поражением Речь Посполитая не сумела бы одолеть восставших на землях правобережной Украины Но им прислали военную помощь россияне Которые не могли допустить, чтобы национально-освободительная борьба украинцев Перекинулась еще и на левобережные земли Днепра, подконтрольные Российской империей Россияне действовали коварно Они под видом союзников пригласили руководителей восстания в свой лагерь И там их арестовали Одних главарей впоследствии выдали полякам, других просто сослали на каторгу в Сибирь Однако восстание украинцев против империи не прекратилось Новый этап освободительной борьбы начался тогда, когда российская императрица Екатерина II Повторно и уже окончательно разрушила Запорожскую сечь И запретила сам статус казака как благородного человека С тех пор никто в пределах Российской империи под страхом неминуемой смерти Не имел права называть себя казаком или запорожцем На Левобережье восстания с новой силой начались после ликвидации Запорожской сечи в 1775 году После этого было такое известное восстание под руководством Кузьмы Гаркуши Которая охватила практически все левобережные земли Затем было восстание под руководством Василя Журбы Злова Во времена, например, Екатерины II в 1775 году было уничтожено запорожское казачество То есть был уничтожен именно Гитмонад И если он был уничтожен в 1775 году, то это есть такая точная дата ликвидации украинской государственности То есть нельзя говорить, что Украина не существовала Как вы видите, даже до конца 18 века она была А если говорить о том, что даже при Елизавете Петровне был восстановлен Гитмонад с Разумовским То очень определенно можно говорить о том, что это и есть восстановление украинской государственности 19 век стал периодом едва ли не самого большого упадка украинской государственности Все воспоминания о нашей державной традиции настолько тотально уничтожались Что когда в начале 20 века на политической карте Европы появилась новая Украина Россияне уверовали, что это искусственное образование, придуманное в недрах австро-венгерского генштаба Мол, ни украинской нации, ни языка, ни государства никогда не существовало Была только какая-то эфемерная Малороссия, заселенная российским субэтносом, который говорит на суржике русского и польского языков Так ли это на самом деле? И чем все-таки была провинция Российской империи под названием Малороссия? Потому что Малопольша – это тот этногенетический пупок, откуда возникла Велика Польша, Великопольская государство Малопольша – это тот этногенетический пупок, откуда возникла Велика Польша, Великопольское государство Малая Греция — это Афины, Спарта, которая потом стала Великой Грецией. Итак, что такое Малороссия? Малороссия, как пишет академик Грушевский, первое упоминание о ней есть в XIV веке, и это говорит о том, что речь идет об извечной территории того же этногенетического пупка, с которого когда-то возникла государственная нация Руси киевского периода. Ирония судьбы Российская аристократия, которая происходила из Украины, начала увлекаться казацкой стариной, вешать портреты Гетманов на стены имени, петь в вишневых садах тоскливые украинские песни и вообще интересоваться народной историей. Впоследствии самые радикальные объединились в движение хлопоманов, рафинированные аристократы надевали крестьянскую одежду и ходили в народ. Из этой, по сути, забавы, в конце концов, начали возникать нелегальные кружки, первым из которых было Кирилло-Мефодиевское братство, которое стало разрабатывать концепцию сначала автономной, а затем и полностью независимой Украины. Но об этом поговорим уже в следующей программе. А пока помните, что каждое явление имеет свои «за» и «против», свои «про» и «про» и «контра». Субтитры создавал DimaTorzok